Следующая недельная глава «Бо». Ну, тут у меня еще просея, не ясно, что меня заставили сократить. Время, время, время идет. Когда я говорю о молитве за мужа, вы сами понимаете, это как? Чтобы он покаялся в любом случае, да? Сделали так, чтобы он покаялся, чтобы ему пусто было, чтобы ему рюмка в горло не лезла. Вот, и так далее. Или наоборот, иногда бывает, Бог посылает испытания, да, а человек начинает кричать, нет, чтоб только не это, я не исповедую, что у меня эти испывания, я исповедую, что я в раю, или что-нибудь такое, вы понимаете? Когда люди начинают вот такую силу исповедания ломать, силу Бога, это похоже на ту сделку, которую сделал в свое время Бельям, да? Бог согласился с ним, будем разбираться. Но поставил ангела с мечом. Я говорю, с одной стороны, иди Бельям, иди, а вот там ангел стоит, он тебе голову отрубит. А кто такой ангел с мечом? Еврейской традиции. Мелохамавет. Ангел смерти. Вот когда говорится о казни первенства, там в одном месте сказано, Бог, я сам пойду, да? В другом месте, он сказал, я пошлю ангела. Ангела Мелохамавет, ангел смерти, он, согласно еврейской традиции, с мечом. И когда умирает человек, да, вот ставят какой-нибудь сосуд у ног его, дабы ангел смерти омыл свой меч. Помните, рассказывал такой анекдот вам, Алексей Романович, что позвали одного равена, чтобы помолиться за умершего. Равен выходит такой довольно, не волнуйтесь, я уже ангел смерти меч отобрал. Да? Вот. А больной таки умер, говорит, Ребен, наш больной умер. Вот гад голыми руками затушил. Это ангел смерти, о котором говорится в этой главе, да? И который шел, вывезл первенцев. Это был ангел именно с мечом. Такой же, какой стоял перед Бильямом. Хорошо. Значит, бо, бо, да? Бо, иди, получается, да? Бо, это тоже такое сильное, как лех-лиха, бо, иди. Бо, иди, эль-порок, к фараону, да? Да? Потому что я, что их-ба-д-ти. Помните, вот этот глагол, то же самое, вот как казни, да? Говорится, что он бил, ба-д-ти. Ожесточил, в данном случае, ожесточил сердце. Видите, сердце фараона было и ба-д-ти, и поэтому ба-д-ти, казни, да? Да? Обрушились на Египет. Вот это все, вся тора основана на таких, на какой игре слов. Значит, ожесточил только сердце фараона, но и сердце слух его. И дальше. Леман. Леман. Мы сегодня изучали. Ну-ка, студенты, что означает слово леман? Предлог. Ради, да? Предлог, да? Ради чего-то, да? Ради того, чтобы совершить все это. Леман. Свети, то есть сделать. О-то-та. Это что сделать? На них, да? О-то-та. А-ти. Глухов. Этот предлог. А-ти. А-то-та. На них. Так. Эли бэ-кэр-бо. Этих эли бэ-кэр-бо. Вскоре. Вскоре. Коров. Быстро, да? Бэ-кэр-бо. Это означает вскоре. И дальше. Десятый стих. Вторая строка. Десятая глава. Второй стих. Значит, говорится. «Дабы ты рассказал сыну твоему и сына сына твоего о том, как издевался я над египтянами, и о знамениях моих, которые я совершил среди их, и познайте, что я Бог». Как там у ваших? Нет. Что я сделал? То, что я сделал в египте, и о знамениях моих, которые я показал дно. Да. Вот. Что я сделал в египте. Буквально стоит слово, как я издевался над египтянами. Поиздевался над ними Бог, да? Да. Хорошо. И о знамениях моих, которые я совершил среди их, и познайте, что я Бог. Вот интересные вещи. Понимаете, в Библии, если читать дословно, то там некоторые вещи говорятся такие, о которых, ну, как в канонической Библии предпочитают как-то более мягко сказать. Мягко сказать. Что было у тех, которые заглядывали в Ковчех? Да. Вот там были филистинляне, которые заглядывали в Ковчех заведомо. У них был геморрой. Как сяду на унитаз, так кричу. Ой-ой. Правда? Но у нас это более мягко. Более мягко. Более мягко. Когда они спорили за горькой воды, да? Помните? И некоторые пили эту горькую воду, которая содержит магния сульфат или глаоберосоль. И что случилось с теми евреями? Брананс. Случился, да? Шиль-шуль. Шиль-шуль, да. Ацирут, это как раз наоборот. Это можно привести как задержка, запор или затор на дороге. Вот почему ты опоздал? Ацирут. Потому что запор или затор. Хороший еврейский язык. Понимаете? Иногда так переводят. Итак. Содержание этой главы – это продолжение десяти божьих ударов по Египту. В описываются три последних удара. Саранча. Темнота. Предупреждение об ударе оперницы. И самая главная, ключевая глава – это какая? Двенадцатая глава, которая подробно рассказывает о Песахе. В двенадцатой главе с четырнадцатого по двадцатый стих дают заповеди, касающиеся Песаха, касающиеся хамец и маца. А дальше говорится о жертвоприношении, непосредственно о том, как происходил уже исход из Египта и посвящение первенцев. И две заповеди, чтение о Годы в Песах и также Тфилин, они указываются в тринадцатой главе с восьмого по десятый стих. И еще заповедь, да, отделения первенцев. Отделение первенцев. Вы помните, как это отделение первенцев называется? Пидьон, да? Пидьон габен. Специально первенцы должны быть посвящены Богу. Помните? Но первенцев что делают с первенцами? Выкупают. Выкупают. Пидьон габен. Хорошо. Давайте мы, конечно, не обо всем поговорим, о некоторых вещах. Десятый стих, седьмой, десятый глава, седьмой стих. Мы говорим, шмот исход. И сказали слуги фараона ему, доколе будет это для нас помехой? Отпусти этих людей, пусть служат Богу Всесильному их. Неужели ты еще не знаешь, что гибнет Египет? То есть, видите, даже слуги фараона знали, для чего нужно было отпустить, чтобы что? Слушать, то есть послать служить. И были возвращены Маше Аарон к фараону. И он сказал, идите служите Богу Всесильному вашему. Кто и кто пойдет? Интересно, кто и кто пойдет? Два раза идет. И сказал Маше, с отроками нашими, со старцами нашими пойдем, с сыновьями нашими, с нашими дочерьми, со всем нашим скотом мы пойдем, ибо праздник Бога у нас. И сказал он, да будет так с вами Бог, как я отпущу вас и детей ваших. Смотрите, беда перед вами. Чтоб вы так жили, как я вас люблю. По-иному переводится, да? Пробуйте Тору всегда переводить так, как это было бы сказано современными словами. Да будет с вами так, как я отпущу вас и детей ваших. Смотрите, беда перед вами. Не так вы, мужчины, пойдите и служите фараону, ибо этого вы просите. И выгнали из дворца фараона. Видите, если дословный фараон, вот довольно такая грамматика какая-то получается странная и немножко рваная. Хорошо. Итак, значит, долго ли будет мучить нас исход 10 глава 7 стих? Спрашивают они царя. В оригинале употреблено слово махеш. Махеш – это ловушка, сеть, то, что улавливают. Или в современном. Иврития – это противобехотная мина. Сори, вы на Ивритии. То есть она не видна, но если на нее наступишь, то ой-ой-ой, правда? Вот это называется макеш. Макеш – ловушка. Ловушка. Хорошо. Итак, неужели ты не видишь, что Египет гибнет? То есть на Египет обрушились уже такие казни, что они разрушили всю инфраструктуру Египта, да, все сельское хозяйство, все животноводство Египта, да, и вплоть до того, что погибли очень многие люди наравне со скотом. Но царь готов отпустить несколько мутящих в воду лидеров. Он не отрицает уже наличие в Египте глобальной еврейской проблемы и согласен на исход. Но, как говорят евреи, исход евреев не всегда летальный. Правда? Он согласен отпустить мужчин, но заложники должны кто оставаться? Женщины и дети. То есть вы выйдете, помолитесь и обратно идите ко мне сюда. Нужно ли такое служение Богу, да, как мы иногда приходим из этого мира, покрутимся и обратно идем к фараону служить. Потом послужим Богу и опять идем к фараону служить. Вот дьявол, он поступает с нами, в принципе, по такому же принципу, как и фараон. Вот интересно, кто же и кто пойдет? Как бы два раза повторяется слово «кто». Потому что, значит, имея в виду не только представители элиты, да, но и кто в еврейском народе пойдет. А некоторые говорят, что еще кто, это, может быть, те соглядатые, которые должны были от фараона наблюдать за служением. То есть здесь, как говорится, о двух каких-то категориях людей. И желание выйти из Египта, оно для всех, мы пойдем с малолетними, со стариками нашими, с сыновьями нашими, с дочерьми нашими. Причем, интересно, кого самых первых ставит Моисея для служения Богу? Да, ну, Арон и Моисея, они говорят, да. Мы пойдем с малолетними нашими, со стариками нашими, с сыновьями нашими и с дочерьми нашими. Значит, пойдем, кто первый? Кто первый прибегает служить Богу? Дети. Дети, они должны первые прибежать к этой Божьей горе. Вот как интересно, да? Порядок странный. Казалось бы, должны сначала старейшины подойти, потом все остальные. Итак, идут впереди дети. Малолетние наши, потом старики, мудрые, да, сыновья и дочери. А дальше уже ведут все остальное имущество. То есть, служение Богу Израиля, это не удел избранной элиты. И прежде всего, да, упоминается малолетний. И они ставятся даже перед стариками. Ну, старики, это кто? Умудренные опытом люди, да? Это у нас считаются старики-пенсионеры. Никуда они не годны. Я вот сегодня утром уже тоже успел в интернат. Я встаю рано, а сейчас я, вот, видно ли время, еще раньше встаю в 5 часов. Успеваю помолиться, интернет посмотреть. Эта Черниговская область уже считается зоной, не экологической, а как говорится, демографической катастрофы. Потому что 50% населения области составляют пенсионеры. А из оставшейся половины, половина составляет дети нетрудоспособные. Все остальное трудоспособное население, всего лишь 25% области. То есть, это явно недостаточно для того, чтобы поддержать даже на минимуме инфраструктуру. Ну, знаете, что такое инфраструктура? Чтобы свет горел, чтобы водопровод был, да, все, в магазинах торговали и так далее. А о религиозном культе фараон совершенно иначе думает. Он говорит, пойдите, одни мужчины. Помните, что в Египте кто осуществлял религиозный культ? Мужчины, да? Женщинам и детям там делать нечего. И правда делают некоторые, как говорится, не пускают детей в церкви или изолируют их, да? Вот, то есть, пустите детей моих в Царство Божие. Кто говорит? Ешио Мессия. Прежде, в первую очередь, да? Пустите детей. А фараон говорит, идите, одни мужчины. А Моисей не преклонен. Опять начинает своего рода интересный торг такой. Что мы пойдем с малолетними, стариками нашими, сыновьями и дочерьми, да? Вот. Пригласили их на консультацию, Моисея и Аарона, а потом их выгнали. Этим дело не кончилось. Казни снова возобновляются. И тогда фараон опять идет на уступки. Пойдите, совершите служение Господу. Только пусть останется мелкий и крупный скот ваш. Ладно. А дети ваши пусть идут с вами. То есть, идите вы. И как часто у вас делался фараон Советского Союза, фараоны Советского Союза, отпускали евреев, но все их имущество оставляли у себя, да? Поступали так фараоны в Советском Союзе? Точно так и поступали. Но Моисей говорит, нет, и пусть пойдут стада наши. А почему? Что стада тоже служит Богу? Мы должны выбрать, выбрать жертву, да? Из наших стад. А почему же нельзя выбрать жертву из стад заранее и привезти эти стада туда? То есть, что-то по дороге может испортиться, правильно? Поэтому он говорит, мы сами будем определять, когда уже придем, да? И сделаем тот выбор, который укажет Господь. Хорошо. И дальше уже говорится о том, что опять Казида и Юпит, и в конце концов, фараон уже согласен, и не просто согласен отпустить, а выгнуть их, чтобы они ушли как можно дальше. Раби Хайм Цанзер доходил нетривиальные способы внушения своих мыслей последователям. Однажды он стоял у окна Бейт Медраша. Вот у нас с вами тоже Бейт Медраш здесь, да? В то время, как ученики его проходили мимо. Подойди сюда, сказал Раби Адово из них. Скажи, вот если бы ты в субботу, когда еврею не позволяется брать в руки деньги, нашел на улице кошелек, полный монет, что бы ты сделал? Поднял бы его? Нет, поспешил ответить молодой хасид. Вот и дурак резко оборвал его учитель и обратился к другому. Ну, а ты что бы сделал? Услышал, как он сказал. Первому, да? Второй говорит, я бы взял его. Да, говорит. Но тогда ты нечестивец и грешник. Берет третьего. Что бы ты сделал? Тот уже сам не знает, бедный, что ответит декану. И, говорит, найдя кошелек, я стал бы, наверное, мучительно думать, брать его или не брать. И надеюсь, что в конце концов смог бы прийти к правильному решению. О, наконец-то правильный ответ. Адово, Раби Хайм, и вернусь к лежащей на столе открытой книге. Воистину, доколе не придем туда, мы не знаем, что принести в жертву Господу. Правда? Хорошо. Какие же уроки мы можем извлечь из этого? Я буду пользоваться Леон Мазин, Шавей Циот. Видите, пойди к фараону, я бы, я отягчил, отягчил его сердце. И, видите, сердце фараона. А как вы думаете, если Бог говорит, что я хочу, чтобы всех спасти, хотел бы Бог, чтобы фараон, да, спасся, хотел бы, да? Но Бог знал, что он не сможет это сделать. То есть нету людей, да, предопределенных и непредопределенных от спасения. И Маше тоже проповедовал фараону благую весть. Помните, мы говорили, рех, дух, рух, рех. Он для одних мог служить, проповедование благой вести могло служить для одних для добра, а другим к смерти, да? И это не просто личный конфликт. И просто Моисей победил фараона. Здесь победа шла, но, значит, на более высоком, на духовном уровне. Итак, первое у нас говорится о том, что происходит определенная духовная борьба, да? И мы не знаем, чем она закончится, но должны мы ее вести. Должны мы ее вести. И Маше предоставляет личный кризис сопротивления фараона, упреки народа и мужественно продолжает бой. Потому что после того, как фараон отказал евреям, он что? Сказал, они, наверное, жиры весятся слишком, у них много свободного времени, да? И жизнь стала хуже. И как вы думаете, евреи пришли и сказали спасибо Моисею? Нет. Они даже его хотели что? Выгнать, да? Выгнать, побить камнями, все сделать. То есть, видите, люди не всегда будут реагировать на ваши слова и на то, что вы хотите делать, если вы действуете по Божьей воле с радостью. Но, несмотря на это, нужно продолжать свое дело. Хорошо. И вы видите, что когда проходили вот эти 400 лет, они были связаны, с одной стороны, с тем, чтобы евреи поискали Бога, а с другой стороны, эти 400 лет были даны для чего? Для того, чтобы народы Кнаана могли покаяться. Потому что есть одна из причин, что сказано, что я еще не ввел их раньше, потому что эти народы, да, не преисполнилось, что? Да, чаша греха. То есть, есть какая-то определенная критическая масса греха. Мы уже говорили. Вот здесь как раз проявляются все эти законы. Единство и борьба противоположности, да, что ожесточенное сердце фараона, это было бы вроде зло, но действительно оказалось для нас это добром. Мы видим время, которое проходит, наполняется до определенной степени. Это переход количества к качеству, и мы видим отрицание отрицания. Как отрицал фараон Бога, так Бог отрицал, в конечном счете, фараона. И сказал Господь Моисей, еще одну кассию я наведу на фараона и на египтян, после того, как он отпустит вас отсюда. Когда же он будет отпускать, с поспешностью будет нас вас отсюда, внукши народу, чтобы каждый взял у ближнего своего, и каждая женщина у ближнего своей выпросила вещей серебряных и вещей золотых. Странное, странное какое-то у Бога, да? Исход 11, 1, 2 стих. Что вы должны забрать не только свои вещи, но и вещи чужие. Но за 400 лет, которые не платили евреям зарплаты, да? Сколько набралось? Видите, интересно, что если взять Митсраем, Митсраем и Советский Союз, то написать на еврите, гематрия этих слов одинаковая. Да? Митсраем, гематрия. Гематрия – это сумма, сумма, которая изображает буквы, да? Вот. Получается одинаково, что Советский Союз, что Египет. И Советский Союз ненавидел Израиль, и тем не менее отпускал его из рабства. То же касается и рабства греха. Хотя, иногда дьяволу разрешается, да? У нас удерживать, и ожесточает его сердце Бог, да? Но все равно Бог сильнее кого? Дьявола, да? Но дьявол будет всегда стремиться удержать нас. Он будет стремиться удержать самое дорогое, что есть у нас. Да? Дети. Детей. Если мы пришли к Богу, наши дети и родственники будут в первую очередь против нас. Если вы пришли к Богу, вы думаете так, сразу нам миллионы потекут. Но это самая страшная ложь. Потому что верующий, он в этом мире оказывается ограниченным. Наоборот, если у него бизнес, скорее всего, что он должен будет либо отказаться от этого бизнеса, либо бизнес его рухнет. Это те овцы, которых хочет захватить дьявол. Правда? Но все равно Бог, Бог сильнее. И последний урок, это урок Песаха, да? Урок Песаха. Все видели, как губитель прошел мимо тех дверей, на которых была кровь. И кровь Агнца, да? Последствии дверной косяк называется Мезуза, да? И как напоминание об этом, появилась заповедь о Мезузе. И Бог называет Израиль своим первенцем. И Бог определил Израилю двойную долю во всем. Да? И физическим, и духовным. И когда ее дети с Богом, понимаете, мы не должны стремиться к физическому, да? Но действительно открываются закрома. Самая такая причина тем, что мы не открываются эти закрома, то, что мы неправильно можем их использовать. На свой вред. Поэтому по великой милости Бог не делает нам миллионерами. Но Бог может сделать нами миллионерами тогда, когда мы этого не захотим. Вот тогда он сделает. А некоторые думают с точностью до наоборот. И Израиль первенец этого момента становится ответственным за тикун алям. За исправление мира. Вы помните, что в традиционной такой христианской, во христианскому мнению, что этот мир возле лежит, так сказать, его исправлять не надо. Надо выйти из него, отделиться, убраться подальше. И хай воно все горит. В действительности мы служим для исправления мира. Если бы не Израиль, если бы не люди, верующие в Мессию, человечество было бы давно уничтожено. Вы знаете, что много было различных таких происходил событий, что человечество могло бы уже погибнуть. Но Божий план, он предопределен. Божий план предопределен. И уже когда Израиль выходил из Египта, да, Бог уже знал о будущем в Песахе. Об Агнце, Ишуа Мессии, чья кровь, да, спасет весь мир. Чья кровь спасет весь мир. Поэтому потенциально все люди спасены. Но большинство людей предпочитает жить где? В царстве тьмы. Потому что так легче. Так легче, приятнее и понятнее для всех. И немногие выбирают трудный путь. Когда евреи выходили из Египта, вы помните, они перед этим Пасхи не пекли. Хотя заповедь о выходе из Египта они получили, по крайней мере, за неделю. Потому что им нужен был Агнце. Агнце они должны были просмотреть, держать у себя, да, в несколько дней, потом зарезать. Что же Бог не сказал? И заранее приготовьте себе хлеба, да. Видите, это показывает, что при посохах, значит, в одежде, подпоясанные, в любую минуту готовы исполнить Божью волю, да. Не ожидая закваски. Ну, еще о закваске, вы знаете, много. Дело в том, что в те времена не было, не продавался так вот, как сейчас, да. Просто оставляли тесто, и оно должно было за какое-то время, что, закваситься, да. Хорошо. Ну, немножко о выкупе первенцев поговорим. Законы о посвящении первенцев. 13 глава с 1 стиха. Сказал Бог Маше. «Посвяти мне каждого первенца, открывающего всякую утробу, у сынов Израиля человека и скота. Мне они принадлежат». И сказал Маше народу. «Помните день этот, который вы вышли из Египта, из дома рабства, ибо сильной рукой вывел Бог вас отсюда». «Поэтому не ешьте хвастного». Как хвастное? Хамец, да. Вот в этом рассуждении, что есть такое хамец, между разными группами евреев были споры. Караиме считали, что раз на хвастного хамеца, то есть буквально кислого, с кисшего, ничего нельзя есть, да. Но если мы говорим по контексту, то мы видим, что здесь говорится о хлебе. То есть о хлебной закваске. Поэтому, например, квашеную капусту на Пасху есть можно. Вот по этой причине аравами ввели специально то блюдо, которое мы называем винегрет. Вареные буряки с квашеной капустой, как традиционное пасханное блюдо. Караимы не ели, да? И таким образом, юридиков можно было отличить от правоверных евреев. В севыводе вы выходите в месяцы. А вив – это месяц колосев. Поэтому можно перевести, когда ячмень колосится. И будет, когда приведет тебя Бог в страну Канония, Хета, Морея, Хевея и так далее, как Он поклялся от Сантуием, дать тебе землю с очащейся медом и молоком, завод халяв удваш, совершая это служение в этот месяц. Семь дней ешь опресники. В день седьмой праздник для Бога. Опресники нужно есть в эти семь дней. Как опресники будут? Маца, да? Маца. Маца от глагола маце. Да, находить. Находить. Опресники должны есть в эти семь дней. И не будет видно тебе квасное. И не будет видна тебе закваска во всех пределах твоих. Поэтому перед Пасхой делается такая традиция, которая называется бдикат хамес. Бдика – это украинцев, русских, глагол бдеть. Будь внимательный. Это можно то же самое перевести как тест. Тест – проверка. В современном иврите их так называют тест или экзамен. Дикат хамес, то есть тест на хамес. На поиски хамеса. Ну, в крайнем случае, если у тебя какой-то хамес есть, то ты должен отказаться от него. Сделать такую молитву, которая говорит, что ты отказываешься от этого хамеса. Хорошо. Это мысли. И там еще задержится какая молитва? Шма. Исраэль. И это должно быть в наших действиях, да? И в наших молитвах. Поэтому, если когда говорят знак на руку и на лоб, это не о каких-то чипах говорится, а о том, что настолько в последнее время изменится сознание людей, что даже верующие, да, будут вместо того, чтобы иметь в голове и в руке имя Бога Всевышнего, будут антихриста иметь, да, знак антихриста, начертание зверя. Я думаю, что здесь не говорится о физических чипах. Это мое мнение. Может быть, кто-то другое спорить не будем. Я вам уже рассказывал, как я тут рассуждал, когда я ехал с одним человеком. Хорошо. Ибо на глазами твоими, дабы была Тора Бога на устах твоих, ибо сильной рукой вывел тебя Бог из Египта. И соблюдает закон этот в его срок из года в год. И будет, когда приведет тебя Господь в страну Кананею, как Он поклялся тебе, и Отца твоим даст тебе ее, посвятишь всех открывающих утробу Богу. А всех открывающих утробу самцов от прихода скота, который будет у тебя Богу. А что же делать с некошерными животными? Ну, кошерно посвятить Богу, это значит принести в жертву. Людей нельзя принести в жертву, да? Ну, людей можно что? Отдать на служение, как посвятило Богу, Богу, например, хана, своего сына Самуила. А всех животных, значит, кошерных можно принести в жертву. А что сделать со всякими некошерными животными? Да? Значит, ослов там всяких, в общем, выкупай на ягненка, а если не выкупишь, проломи ему затылок. А всякого первенца человеческого сыновей твоих выкупай. И вот когда спросите о будущем сын твой, говоря, что это, ты скажешь ему, сильной рукой вывел нас Бог из Египта, из дома рабства. И было, когда фараон противился этому, чтобы отпустить нас, умертвил Бог всех первенцев в стране египетской. От первенца человеческого до первенца скота. Поэтому я посвящаю Богу всех самцов, открывающих утробу. А всякого первенца сыновей мы их выкупаем. Как выкуп первенца называется? Пидьон, да? Пидьон хабен. А почему же этот пидьон хабен мы не приносим в храм или не приносим в какое-то место, а отдаем левитам или хагенам, да? Почему? Там уже другая еще заповедь идет. Когда первоначально все первенцы, они кому предназначались? Да. Все первенцы предназначались Богу. И поэтому дается две монеты. Одна за то, что выкуп, что они предназначались Богу. А вторая монета за то, что они заменяются кем? Сыновьями хагена и левитов. Потому что сыновья хагена и левитов, они все должны служить Богу. По этой причине дается две монеты. Это не путайте полшекеля, который дается для того, чтобы выкуп за каждую душу. Поэтому, когда мы делаем пидьон хабен, мы как бы выполняем две заповеди. Первая – это выкуп всех первенцев. И вторая – замещение первенцев не левитов, не хагенов. Какими первенцами? Первенцев – левитов и хагенов. Хорошо. Дальше. «До будет знаком на руке твоей и напоминанием над глазами твоими, что сильной рукой вывел нас Бог из Египта». Хорошо. И третья – глава сороковой стих – говорит о переписи первенцев. «Сказал Бог, обращаясь к вашей, исчисли всех первенцев мужского пола и сынов Израиля от одного месяца и старшей, пересчитай их поименно. И возьми левитов для меня, ибо Бог вместо всех первенцев и сынов Израиля, да? А скот левитов вместо всех перворожденных и скота сынов Израиля. И исчислил Маше, как поверил ему Бог, всех первенцев и сынов Израиля. И было число всех первенцев мужского пола, считая их по именам от одного месяца и старше, всех исчисленных 22 273. «И говорил Бог, обращаясь к вашей так, возьми левитов вместо всех первенцев и сынов Израиля, и скот левитов вместо их скота. Что же до выкупаемых 273 лишних против числа левитов из первенцев и сынов Израиля, то возьмешь по пяти шекелей из головы, шекелями священными, 20 монет гера, в каждом шекеле». То есть оказалось, что число первенцев немножко превышает 200 с чем-то человек число левитов. И что же сделать должны были остальные? Если обычные приносили по две монеты, то эти, которых не хватило левитов, чтобы их выкупить, они сколько приносили? «По пять монет. И отдай это серебро Аарону и сыновьям выкуп за лишних из них. И взял Маше серебро, и за лишних против замененных левитами, от первенцев и сынов Израиля, взял серебро это, 1365 шекелями священными. И отдал Аарону сыновьям его, по слову Бога, как велел Маше». Хорошо. Это, когда говорится, это число, да, о переписи. О переписи первенцев. Хорошо. Так, теперь, если мы были замещены первенцами, то кто был первенец? Ишуа. Правда? Вот он взял выкуп за нас всех. Вот. Если выкуп давали священнику, то он сам взял выкуп своей крови, да, за каждого из нас. Хорошо. Сколько у нас еще времени? И эта глава говорит, уже заканчивается, да? И эта глава говорит о преемственности покаяния. И когда вот есть о том, как говорить, есть четыре типа сыновей. Потому что четыре раза сказано о том, что сыновья будут спрашивать нас, да, вот в другом месте вдворим, там вопрос мудрого сына. Что это за свидетельство уставы и законы? Или вот, когда спросите о будущем сын твой, говорят, что это? То есть, умный сын, как он спрашивает, какие это уставы и законы? И им надо подробно объяснить. Что же спрашивает нечестивый? Нечестивый спрашивает, что это за служба у вас? У вас, а не у него. И тогда, говорят, притупи ему зубы. Притупи ему зубы. Значит, ответь его резко. Понятно, что не напрямую. И расстолгуй. Это для того, чтобы Бог совершил для меня при выходе моем из Египта. Для меня, но не для него. А если человек просто, простой, не смышленый, то он спрашивает, что это? А ты ему скажи, сильной рукой вывел нас Господь из Египта, из дома рабов. Это показывает о заповеди, которые мы должны объяснять каждому поколению, каждый год своим детям. И когда мы это объясняем, мы должны по-разному отвечать. И еще есть четыре вопроса, которые говорят о том, почему мы делаем так, а не так, как обычные времена, а по-другому. Хорошо. Ну, добрый. Значит, я думаю, на этом можем сегодняшний день закончить. Да? Хорошо. Завтра продолжим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!